дорогие мастера всем привет на сегодня привет не только мастера привет и наши клиенты хочу с вами поговорить о том насколько вредно либо безопасно наращивание ресниц последнее время часто наталкиваюсь на такие статьи что наращивание ресниц где-то что-то вредит и тому подобное я с этим абсолютно не согласна есть определенные правила которых вы должны следовать для вас я выбрала три пункта которые как для клиента должны быть важны и три пункта которые должны быть обязательно и важны должны быть для мастера для того чтобы соблюдать все необходимые моменты потому что в любой процедуре вы можете взять мастера по маникюру это может быть тоже опасным вы можете любую взять бьюти сферу это все может быть действительно опасным но если вы соблюдаете определенные нормы как клиенты так и мастера, тогда мы можем ходить просто, безопасно, красивыми. Итак, я привожу вам пример на себе, потому что выполняю наращивание ресниц на себе уже достаточно давно, больше даже, чем я работаю, порядка 7 лет, я думаю, что я наращиваю ресницы себе. И что могу сказать? Если процедура выполнена с соблюдением всех норм гигиены, с соблюдением того, что мастер аккуратно, качественно и чисто работает, все хорошо, тогда у вас никогда не будет никакого вреда, у вас не будет проблем со зрением, у вас не будет проблем с тем, что у вас появилась там отечность, зуд, либо еще что-то, да, то есть все эти моменты мы можем исключить в том случае, когда мастер будет всегда соблюдать гигиену, это очень важно, полностью обработать все инструменты, работать со всем одноразовым, каждый мастер должен иметь, возможно, даже несколько наборов по наращиванию ресниц, потому что, уважаемые клиенты, вы должны понимать, что тоже иногда приходите, и ваши ресницы имеют очень много макияжа, загрязненное ресничное пространство, и это тоже может пагубно влиять в дальнейшем на процедуру наращивания ресниц, поэтому важность хорошо очистить ресницу, соблюдать полностью все нормы и гигиены, те, которые необходимы для мастера, следующее, качественно выполнять свою работу, не лениться, не ставить близко на века, так, чтобы клиенту было дискомфортно, перед процедурой наращивания всегда спросить у клиента, есть ли у него на что-либо аллергическая реакция, потому что влияние от состава, которые также могут быть аллергенными для нашего клиента, если клиент в целом является аллергиком, да, у меня на канале есть видео, где есть противопоказания для наращивания ресницы, это когда вы проходите курс химиотерапии, когда у вас бронхиальная астма, либо серьезная проблема, либо вы очень сильный аллергик, тогда да, я согласна с тем, что вы лучше вам исключить эту процедуру, но если вы обычный человек, не склонный к супераллергии, и всему остальному, тогда наращивание ресниц именно для тебя, для того, чтобы ты была всегда красивой, и следующее, мастер необходимо, мастер необходимо очень информировать вашего клиента, то есть, если вы достаточно хорошо информируете клиента, как ухаживать за ресницами, какой должен быть уход, тогда вот эти все три пункта будет соблюдать мастер, клиент всегда будет счастливым и довольным. Что касается наших клиентов, да, когда говорят, что наращивание вредит ресницам, опачки, пришло, оказывается, что мы просто повырывали их, да, но наращивание вредит так ресницам, оно безумно вредит, особенно, когда шарные ручки постоянно лезут, да, и делают вот так вот, да. Конечно, в таком случае виноват не мастер, виновата не само наращивание ресниц, а виноват, конечно же, будет клиент, но я вам скажу, что сейчас настолько уже все понимающие в этом все, что клиенты сами приходят, если раньше говорили, я не выдергивала, ну там кусочками, видишь, нет ресниц, то сейчас клиенты приходят и признаются, да, вырвал, ничего страшного, вырастут. Да, потому что существуют такие средства, как ФЭК, которые стимулируют рост наших ресниц, и мы как бы уже не так этого опасаемся и боимся, мы знаем, что мы очень быстро восстановим наше ресничное пространство. Итак, тереть грязными руками. Вот за это просто хочется по рукам побить, потому что вы, когда ходите где-то на улице, когда кушаете где-то в транспорте, ездите за рулем, не знаю, не важно, где вы находитесь, где вы ездите, если вы сунете пальчики в глаза, это небезопасно, даже когда у вас нет ресницы, вы в любом случае всегда можете занести туда любую инфекцию, и тогда есть вероятность, что можно сказать, что в этом виноват, например, мастер тоже, да, но просто старайтесь соблюдать вот эти три правила, и тогда у вас никогда не будет проблем с наращиванием ресниц. Первое, это не вырываем реснички, что касается клиента. Второе, не трем грязными руками и не применяем очень горячий душ, потому что горячий душ может немного давать в контакте с нашим клеем, может немного давать такой, как теплоту, да, то есть вроде будет как пощипывание в глазки тогда, и также будет хуже носка наших ресниц. Поэтому вот такие небольшие три рекомендации относительно мастеров для того, чтобы все было супер у нас наращивание ресниц, и пожелания такие к нашим клиентам. Если вы не будете вырывать ресницы, поверьте, если мастер будет качественно работать, будет правильно распределена нагрузка, и все нормы соблюдены к наращиванию ресниц, у вас никогда не будет проблем с наращиванием и с вашими натуральными ресницами. Поэтому я вам рекомендую просто выбирать качественных мастеров и хорошую студию. Всем пока-пока, до скорой встречи в новых видео!